Анна Леденцовская. Любовь дракона. Глава первая. Ещё не прилетели? Недовольный мужской голос звучал будто сквозь вату. Голова у Любы гудела, словно по ней долго били чем-то тяжёлым. Сознание, как в тумане, отметило, что её куда-то ведут под руки. Что прилетело? Странно, почему не на каталке? От наркоза в этот раз ощущения не такие. Эти чудовища заставляют тебя ждать. Возмутительно. Прозвучал чуть позади стервозный по интонации, но очень мелодичный женский голос. Как будто это нужно только нам. Делают из нас жалких просителей, мерзкие твари. Помолчи, Зендель. Ледяной голос, которым можно было заморозить небольшую речушку, раздался над самым ухом едва переставляющей ноги женщины. Идти что-то мешало, сковывая движение. Возможно, они где-то рядом. Главное сделать всё быстро. Надеюсь, этой шиниаре им хватит надолго. Подходящих дев становится всё меньше. Скоро некого будет отдавать на обмен. Да что в конце концов происходит? Открыв глаза, Люба пыталась проморгаться и понять хоть что-нибудь. Зрение, как и слух, выдавало непонятную картину, совершенно не соответствующую последним воспоминаниям женщины. Какая-то зеленоватая полупрозрачная ткань в несколько слоёв закрывала лицо и обзор. Сквозь неё пробивались солнечные лучи и угадывались предметы, крайне далёкие от ставшей уже привычной обстановки больничного стационара. Скалы, кусты, широкая река с заросшим берегом вдалеке. Любу вели на каменистую площадку с кривой статую сбоку, а может и не статуей, просто необычным большим камнем, источённым ветром. При попытке Любы дёрнуться и остановиться что-то зазвенело, а предплечья больно сдавили сильные, жёсткие, как клещи пальцы. Не вовремя начнулось. «Зендель, повесь где-нибудь под волосами артефакт оцепенения. Магию применить нельзя, почуют. Эти твари очень подозрительные. Разбираться не будут, что за чары. Спалят всё, и снова война. Давай быстрее. Почти пришли. Дотащим волоком», — приказал мужчина с холодным голосом. Кто-то ловко подхватил сзади, накрывавшие Любу тряпки, и к шее прикоснулись тонкие женские пальчики, прикрепляя на затылке к волосам непонятную лёгкую штучку. «Волосы? У меня есть волосы? Откуда?» Почему-то именно за эту мысль зацепила женщина. Артефакты, магия, война — всё это прошло мимо чем-то задурманенного вялого сознания. Как-то наличие волос больше всего шокировало Любу. После стольких операций химиотерапии у неё не должно было быть даже ресниц. А потом раздался громовой рык и хоровой выдох её сопровождающих. «Прилетел! Один!» И покрывало, взметнувшийся на короткий миг от мощного потока воздуха, показало Любу такую картинку, что всё предыдущее отошло на второй план. Из эмоций остались только ужас, восхищение и осознание футуристической нереальности происходящего. В паре десятков метров перед ней приземлился гигантский тёмно-красный, почти чёрный дракон. «Один! Один! Один!» Раздалось опять едва слышно, словно от ветерка зашелестело листва в округе. Конечно, один. Старший сын повелителя драконов не нуждался в сопровождении. Эндерк сам взвалил на себя это бремя, когда жребий выпал не ему и никому не позволил с ним лететь. Ему надо было всё обдумать. Он давно привык к одиночеству, ставшему его проклятием, практически с рождения. Мощные крылья со свистом вспарывали воздух, а потом замирали, когда огромный дракон с чешуёй цвета запёкшейся крови планировал в воздушных потоках. Зоркие глаза могучего зверя, вынурнувшего из облаков, сразу разглядели внизу, на обрывистом скалистом уступе, нависшем над горной речкой, несколько крошечных фигурок, которые вышли из густого зелёного леса. Сложив крылья, дракон спикировал к каменистой площадке, громко рявкнув, чтобы ушастые недомерки, суетившиеся внизу, сообразили, что уже не одни. Когти со скрипом вонзились в скальную породу, кроша камня, расправленные крылья, захлопавшие при приземлении для погашения скорости и выхода из виража, создали такой воздушный поток, что чуть не сдули многослойное светло-зелёное ритуально покрывало, с той, за которой он прилетел. Подхвачена ветром ткань на миг взметнулась в воздух. Этого было достаточно, чтобы Эндерг заметил тонкие, как нити серебристой цепочки, руки, сковывающие руки и ноги стройной миниатюрной девушки, золотистыми волосами и огромными, полными ужаса глазами. Впрочем, там был не только страх, но ещё что-то непонятное. Что-то такое, чего не могло быть во взгляде юной эльфийской девы из высшего рода, которую с детства готовили к священному ритуалу сохранения рас. Ритуал обмена эльфийки на живое пламя дракона, дабы не сякло тепло в лесах, длинноухих, и природа по-прежнему откликалась на их магию, щедро даря свои плоды. «Приветствую тебя, крылатый!» От группки эльфов выступил вперёд высокий сухощавый мужчина с бледными, словно выцветшими, зелёными глазами и надменным выражением лица. «Я — главный советник повелителя нашего народа Финдульнаэля, цветущий лисохвост. И уполномочен им совершить ритуальный обмен. Юная дева Шиниари, кровная, родня владыки эльфийских лесов, предлагается в дар в знак мирных отношений между нашими расами». Мозг Любы, пытаясь осознать, что перед ней настоящий живой дракон, как-то пропустил мимо эту тираду. Дурацкое имя главного товарища эльфа вызвало внутри ненормальную волну веселости. Вероятно, оцепенение от артефакта было неполным, а адреналин от странностей происходящих вокруг выплеснулся в виде лёгкого потряхивания и хихикания про себя. «Я — представитель своего клана». Воздух завибрировал от мощного голоса с рыкающими нотами, который шёл от крылатого зверя. «В знак мирных намерений в качестве ответного дара зажигаю живой огонь на алтаре Создательниц. Пусть будет вечный мир и процветание на всех благословенных ими землях». А потом ящер дыхнул пламенем, и замеченная ранее любая скала осветилась. Сплетённые то ли в борьбе, то ли в объятиях две тонкие женские каменные фигуры вспыхнули, словно хворост. Багровое пламя побежало, обрисовывая каждый изгиб, выточенный искусным резчиком, а потом ярко вспыхнув, собралось в ослепительную точку и замерло. На сомкнувших ковшиком руках двух дев лежал, пульсируя будто живое сердце, алый кристалл размером с куриное яйцо. Главный советник, имя которого так и осталось для Любы тайной, словно коршун кинулся к вожделенному предмету, а за ним порысила вся его ушастая делегация. Женщина с удивлением поняла, что осталось стоять на площадке совершенно одна. Больше эльфов она не интересовала, никто её не держал. Зато огромного дракона, видимо, наоборот. Чешуйчатый зверь шагнул вперёд и наклонил к ней голову, принюхиваясь, словно раздумывая, сожрать сейчас или как-нибудь потом. Пасть чудовища с огромными зубами была настолько близко, что Люба ощутила запах его дыхания. «Гвоздика с корицей?» — мелькнула сквозь панику удивлённая мысль. Ноги держать хозяйку отказались. Коленки согнулись, словно ватные, женщина осела в траву под своими тряпками, маскируясь под холмик из эльфийского текстиля. Говорящая зверюга с крыльями фыркнула что-то вроде «Не обманули! Кровное родство хоть и дальнее есть!» и сгребла Любу лапой вместе с камнями, землёй и клочками, рожей на ней травы. А потом, словно паруса, захлопали крылья. Дракон взлетел. Его не интересовали оставшиеся у алтарной статуи эльфы. Свою миссию он выполнил. То, что пережила любовь в лапе летящего монстра, сложно передать словами. Паника накатывала волнами, заставляя сердце колотиться вспугнутой птицей. Вниз постоянно сыпались кусочки земли, мелкие камешки и травинки. Страшно было, что когти разожмутся, ещё страшнее думать, куда и зачем этот дракон её тащит. В кружащейся от высоты голове внезапно откуда-то появился весёленький и противно гнусавенький голосок, авторитетно заявивший, что не иначе, как в гнездо волокут её бренное тельце. «Как есть, обесчесть от тебя окаянный, а потом, может, и сожрёт». Хихикала Шизак, как будто любит только поехавшей кукушке, для полного счастья не хватало. «Это, наверное, глюки от наркоза», — внезапно пришла спасительная идея. «Точно такое бывает». «Жди, не дождёшься», — обидела Шиза, перестав хихикать. «Никакие я не глюки, сама меня выпросила, а теперь обзывается. Уточнить у странного внутреннего голоса, кто он и у кого. А главное, зачем она его выпросила. Женщина не успела. Дракон камнем упал вниз и разжал держащую лапу. Орала Люба громко от души, вот только про себя. Хотя связки соднили так, словно были сорваны по-настоящему. Видимо, гадские эльфы навесили на неё не только артефакт оцепенения. Шиза, развлекаясь, визжала вместе с ней. У самой земли Любу подхватила воздушным потоком и поставила на ноги. Неизвестно, откуда взявшийся темноволосый мужчина перекинул невольную экстремалку и через плечо и понёс куда-то, немало не заботясь об удобстве такого способа передвижения. «Повар, драконя, не иначе!» — радостно захихикала Шиза, но быстро заткнулась. Здоровяк-носильщик вдруг заговорил, и по мере его монолога бедная женщина совсем утратила хоть какое-то понимание происходящего. Её занесли в дом. Поставили на пол в большой светлой комнате, сдёрнули осточертевшие зелёные тряпки и каким-то хитрым жестом сорвали с рук и ног серебристые цепочки, опутавшие её как кандалы. Артефакты, на которые не поскупились ушастые менялы, посыпались переспелыми грушами, распадаясь в пыль, едва касались пола. Сердитые тёмные глаза глядели Любу с головы до ног. Впрочем, и сама она сейчас очень хорошо рассмотрела мужчину, равнодушно заявившего ей. «Располагайся, дом в полном твоём распоряжении. Завтра зайду, скажешь, что тебе ещё нужно». Он был, несомненно, красив. Ей всегда нравился такой типаж, с волевым подбородком, серьёзным взглядом и широким разворотом плеч. Встретя на его в той своей прошлой жизни, наверное, потеряла бы голову, но сейчас, с высоты прожитых лет и болезненного опыта, позволить себе такую роскошь Люба не собиралась. Активизировавшаяся в главе Шиза вопила, что ей выпал уникальный шанс прожить жизнь заново, в прямом смысле заново. В памяти неожиданно разрозненными кусками стали всплывать воспоминания. Какой-то шуточный, как казалось тогда, договор с двумя похожими как две капли воды молоденькими смешливыми медсестричками. Девчонки, желая подбодрить её, несли всякую фэнтези-чушь, предлагая представить, что она начнёт жизнь заново, в молодом и вполне здоровом теле, хотя и с некоторыми странными особенностями организма, которым, без сомнения, сумеет со временем приспособиться. Похоже, всё это было не шуткой, и другой мир, и новое тело, и новая жизнь. Так что без раздумий бросать это всё к ногам мужчины, пусть и потрясающе притягательного, было вопиющей глупостью, совершать которую Люба не собиралась. Тем более этот индивидуум мужского пола при всех своих достоинствах обладал, как оказалось, парочкой крупных недостатков. Во-первых, он был драконом, той самой огромной огнедышащей ящерицей, про которых на земле написано множество книг, и которая притащила её от эльфов. А во-вторых, ко всему прочему, он, как выяснилось, теперь являлся Любином мужем. Точнее, мужем даже не самой Любы, а её нового тела. Предыдущая хозяйка худосочного вместилища предпочла отойти в мир иной, чтобы только не стать супругой дракона, хотя её готовили к этому чуть ли не полжизни. Насколько сильна была вражда и нетерпимость между расами, настолько по воле богинь они сейчас не могли существовать друг без друга. Впрочем, и в первоначальном вражде виноваты были боги, точнее, те самые богини этого мира, его создатели. Сёстры-близнецы Элтифа и Дерая. Впрочем, юные по меркам создатели-девы-творцы в итоге надеялись всё исправить, тем более, что совет богов оставил им лишь одну последнюю попытку. Сейчас шанс на спасение мира и двух раз в Любином лице растерянно смотрел на дверь, закрывшуюся за широкой спиной ушедшего мужчины. Старшего сына повелителя драконов, Эндерка Каменное Сердце. Глава вторая Люба растерянно огляделась вокруг, подмечая некоторые странности в интерьере. Скандинавский стиль с простыми лаконичными линиями, камнем и деревом местами нелепо соседствовал с искусно вышитыми шёлком пухлыми диванными подушками, с кружевными оборочками, тяжёлыми бархатными шторами и декоративными напольными вазами из полупрозрачного фарфора, расписанными цветочным узором. Зеркало. Над крошечным резным комодом с гнутыми ножками и выпуклыми передними стенками ящичков висело небольшое овальное зеркало в простой металлической раме. То, что она не в своём теле, Люба понимала. Ей очень хотелось увидеть, какая она теперь. Она неуверенно шагнула в сторону желанного предмета, с опаской уставилась на своё отражение. Глаза девушки в зеркале так довольно большие, округлились и стали ещё больше, а губы скептически скривились. Рука невольно потянулась пощупать волосы, затем острые кончики эльфийских ушек. Да уж. Люба опустила глаза ниже, пытаясь оценить фигуру. Неудивительно, что этот драконистый мужик сбежал. Видимо, нормальный. Это не телосложение даже от тела вычитания сплошное. Только извращенец какой-нибудь позарится. Похоже, девчушку не кормили совсем. Всего и хорошего-то, что глаза и волосы, порассуждала над странённо сама с собой. Ну, может, ещё молодость. Ты только посмотри на неё. Внезапный взрыв возмущения за спиной заставил её резко развернуться. Ей ещё и не нравится. Ты лучше вспомни, как выглядела, когда мы тебя нашли. Ошарашенная любовь вытаращилась на двух совершенно одинаковых, смутно припоминаемых особ в белых халатиках медсестёр. Потом прямо на её глазах, буквально за пару секунд, в форме на одежде медперсонала близняшек расплылась туманом, трансформируясь в совершенно разные, не похожи друг на друга наряды. Что вспомнила? Несколько высокомерно и слегка ехидно поинтересовались они, создав себе из воздуха удобные кресла и уютно в них устроившись. То, что их собеседница стоит, молоденьких навед девчушек совсем не беспокоило. Любу надо сказать тоже. Её словно по голове шарахнуло накатившими яркими картинами из прошлой жизни. Она не просто вспомнила, а вспомнила и даже осознала. Похоже, с ней правда произошло что-то необычное, как пишут в книгах, то, что давало возможность изменить свою судьбу и стать счастливой, а не так, как прежде. Её звали Любовь Юрьева, и ещё совсем недавно она была обычным земным человеком, среднестатистической, ничем особо не примечательной женщиной. И судьба у неё была обычная, бабья, незавидная. Муж сначала детей не хотел, а когда захотел, уже было поздно. Тогда казалось, что всё образуется, ведь не так уж и молоды и уже 20 лет прожили вместе. Зря оказалось, беда не приходит одна. Страшный диагноз, тяжёлое лечение. Люба почти поселилась в стационаре, а вернувшись как-то ненадолго домой, обнаружила пустую квартиру с короткой запиской на кухонном столе. Встретила другую, подал на развод, на квартиру не претендую, Олег. Так женщина осталась одна. Ни мужа, ни детей. Маму похоронила лет пять назад, Люба у неё была поздним ребёнком. Больница почти заменила дома соседей по палате, такие же товарищи по несчастью, родных и близких. Даже свой юбилей на 50 она встретила в палате под неловки и поздравления врачей. И ведь, несмотря ни на что, жила, оборолась, хоть и понимала временами, что не для чего и не для кого. Никому не нужна она была, ни больная, ни здоровая. И как она тогда выглядела, Люба тоже невольно вспомнила. Лысо, высохшее, сморщенное существо, похожее на безухую кошку породы сфинкс, только на двух ногах и одетый во фланелевый больничный халат с печатями. В чём-то эти неизвестные нагловатые высокомерные девицы даже правы. Сейчас она здорова, молодая и даже симпатична, к тому же и муж имеется. Правда, суровый какой-то и явно не сильно довольный супружескими узами. А ты бы выяснила, в чём тут дело, тем более тут вон аж два источника ценной информации. Оживилась в голове, молчавшая до этого шиза. Только думай, что спрашивать. Богини, они такие. Несправочное бюро. На всё подряд не ответят. Спрашивали, что, чего точно не знаешь. Остальное вспомнишь как-нибудь сама. Богини? Невольно вырвалась вслух придушенным писком из новоиспечённой попаданки. Шиза умолкла, а незваные гости синхронно и снисходительно улыбнулись. А ты думала, кто? Немного резко фыркнула сестричка в кожаной подбитой мехом жилетке и длинной красной домотканой юбке с узором из рун по подолу. Волосы у неё были заплетены в простую косу, а на жёлто-зелёные пронзительные глаза падала небрежно косая чёлка. «Видимо, она совсем не думала», — хихикнула вторая. Сейчас сёстры уже не были похожи друг на друга, как две капли воды. Вторая сестра предпочитала более дорогие ткани, изящную вышивку шёлковыми нитями, а ещё сложную прическу из локонов и переплетение тоненьких косичек, закреплённых ажурным обручем с искрящимися мелкими кристаллами на завитках кованых узоров. «Она и сейчас не думает, как будто мы тут вечно будем торчать», — всплела любительница этностиля. «Задавай свои вопросы побыстрее. Мы ответим и уйдём, наконец. Сил прорву жрёт нахождение в этих телах, а до ритуала у нас их и так немного». Почему-то такое отношение Любу задело. Подумалась вдруг, что не просто так, по-видимому, эти две лжемедсестрички её обхаживали. Она ведь не думала даже ни о чём подобном, ни в какие другие миры не стремилась и в магию не особо-то верила. «Вопросы, говорите?» С вызовом, насколько это было возможно, в тщедушном, эльфячем теле подбоченилась она. «А и задам. Представьтесь-ка для начала, красавицы. Хоть вы и богини, но манер и вежливость никто не отменял. Это не я к вам заявилась, а вы ко мне пришли. К тому же, по всему выходит, что я вам здесь зачем-то понадобилась. Вот и расскажите, зачем и что тут происходит. Эльфы какие-то, драконы. Ещё и замуж выдали без спросу». «Ишь, как заговорила!» Плавно поднялась из моментально испарившегося кресла поклонница роскоши. Ленивый взмах рукой, и Люба лишь чудом увернулась от прилетевшей сверху толстенной книги в потёртом кожаном переплёте. «Здесь ответы на большинство твоих вопросов. Меня зовут Элтифа, и мне лично ты не нравишься. Хотя, должна признать, с таким характером, может быть, у тебя и есть шанс выжить». «Я одирая». Продолжая сидеть в кресле, разулбалась в отличие от своей близняшки, вторая сестра. На твои предыдущие вопросы Элфи ответила. «В книге «Наша история и история нашего мира». Она и правда много тебе прояснит. У тебя есть один вопрос, на который тебе отвечу я, а потом мы встретимся только после ритуала, если он сработает, конечно». Первой мыслью Любы было спросить про ритуал, но потом она сообразила, что узнает про него и так. Ведь завтра обещал зайти так называемый муж. Хоть что-то он ей объяснит, а может, и в книге что-нибудь про это написано. «Про меня, про меня спроси». В голове неожиданно опять активизировалась шиза. «Зачем? У меня всего один вопрос. Стану я его тратить на раздвоение личности». Попыталась справиться женщина с непонятным, очень самостоятельным безобразием в голове. «Дура, память быстрее вернется». Судя по всему, нагло глюк, не планировал оставить Любу в покое. «А то себя потеряешь. Вспоминай давай, ты ведь потому меня и выпросила. Только эти свиристелки, косоруки, хоть и богини, но, похоже, не умею ищу те. Хотя не предупреждали, конечно. Да спроси же, видишь, они терпение теряют». Сестрички-небожительницы и правда уже заметно нервничали, охмурились, переглядываясь и словно к чему-то прислушивались. Все это было непонятно, но рождало в Любе необъяснимую тревогу. И так как в голову все равно больше ничего не приходило, она решила, что узнать про шизу не так уж плохо. Хоть объяснять спятила я или все же не совсем. Оправдала она для себя такое решение. «Что за голос говорит со мной у меня в голове? Сказал, что я его сама попросила. У вас попросила?» Поинтересовалась она у богин с некоторой опаской, боясь, что они сочтут ее чокнутой. Девушки в ответ на вопрос дружно фыркнули и снова переглянулись. «Я думала, она про дракона спросит. Почему именно он взял ее в жены, хотя ненавидит эльфов?» Пожав плечами, скривилась та, что с косичкой. Ведь это их проклятие сделало его таким. А я рассчитывала, что поинтересуется, почему именно ее, точнее, Милюбель, отдали драконам. Вторая сестра с насмешкой кинула взглядом растерявшуюся девушку. Но мы обещали ответить лишь на один вопрос. Близняшки, ехидно улыбаясь, начали растворяться в воздухе. «Ты обозвала эту штуку и и, и сказала, что он должен помогать тебе и советовать, даже потребовала кстати. Это было твое условие, самообучающийся собеседник и друг, напоминалка и запоминалка, живой компьютер в голове». Отвечая про шизу, сестрички как-то шустро навострелила и же испаряясь, чтобы выдать как можно меньше ценных сведений. Но мы на то и боги, чтобы все сделать по-своему. Раз обучается, сама и учи. «Память о той штуковине в твоей голове лучше твоей собственной». Специально нашли в одном из миров микросимбионта. Пришлось пару разработок его творцу отдать в обмен. «Удачи вам обоим, и помни, твоя жизнь и счастье зависят только от тебя. Не подведи себя и нас, Миле». Люба как стояла, так и села на пол в ужасе, начав ощупывать голову. «Это что выходит? Мне в мозги какого-то червяка пихнули? Мамочки! Уж лучше бы я и правда с ума сошла». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...